Всем привет! Оперативная память один из ключевых компонентов игрового ПК, про который многие забывают. А потом поливают матами свои топовые камни, которым они поставили ОЗУ за 2000 рублей. Для каждого процессора производитель указывает рекомендуемую частоту оперативной памяти, с которой процессор будет 100% совместим. У новых процессоров Core i3 и Core i5 10 поколения рекомендуемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц. В этом видео я хочу сравнить процессор Intel Core i3-10100 и Intel Core i5-10400F с оперативной памятью на частоте 3600 и на рекомендуемой частоте 2666 МГц. Таким образом можно будет узнать, насколько зависимы новые процессоры Comet Lake от оперативной памяти и какой прирост можно получить от большей частоты. Кстати, на моем канале вы уже можете посмотреть тесты нового поколения в сравнении с конкурентами от AMD. Ссылки я оставлю в описании под видео. Ну а перед тем, как перейти к уже самим тестам, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что же, следовать потанцевал 10-го поколения и я взялся на весьма дорогой оперативной памяти Corsair Vengeance RGB Pro. Данная ОЗУ из коробки имеет частоту 3600 МГц с таймингами 18, 19, 19, 39. Именно с такими таймингами я и проводил тесты на частоте 3600 МГц. Для рекомендуемой частоты от Intel я решил подобрать более низкие тайминги, чем устанавливала сама материнская плата. Мне удалось завести эти планки на таймингах 15, 15, 15, 36 при частоте 2666 МГц. Материнской платой для обоих процессоров служила Asus ROG Strix Z490F Gaming. Отрисовку графики производила видеокарта от Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC. И в первой игре Assassin's Creed Odyssey сразу можно заметить небольшую просадку в FPS. По среднему кадру i3-10100 просел на 4%, а i5-10400 на 3%. Также очень бросается в глаза просадка по очень редким событиям. i3-й на частоте 2666 МГц опустился на 10% по этому показателю. У i5-го дела стоят лучше, скорее всего роль сыграл больший объем L3-го кэша. В Call of Duty Warzone просадка по среднему FPS у обоих процессоров составила около 10%. Однако выросший показатель очень редких событий у i5-го явно намекает нам на прирост от понижения таймингов. Еще я заметил интересную особенность. По 0,1% i5-й проигрывает i3-му. Причем на любой частоте АЗУ. Я пару раз перепрогонял тесты, но результат оставался таким же. С чем это связано, мне не ясно. Возможно из-за самой конструкции процессора. А возможно из-за разного количества ядер. Но точного ответа на это я не нашел. Ведь тестовый стенд для обоих процессоров был одинаковым. Предполагаю, что проблема в оптимизации самой игры. В Hitman 2 просел только i3-й процессор. Причем падение по очень редким событиям составило 8 кадров. У i5-го ситуация намного лучше. Падение в FPS есть, но оно настолько маленькое, что его можно было бы записать в погрешность. В Red Dead Redemption 2 от нынешения АЗУ пострадали оба процессора. Ай3-й потерял по среднему FPS 11%. Но даже в таком раскладе играть было вполне комфортно, так как FPS стабильно держался выше 60. Ай5-й потерял 8 кадров по среднему показателю и 9 кадров по очень редким событиям. Не сказал бы, что это очень сильная потеря, однако 12% потери FPS мало кого обрадует. В игрушке SnowRunner по среднему FPS мало что поменялось для обоих камней. Но у i5-го вырос показатель очень редких событий. Ай3-й потерял всего лишь 3 кадра. Кстати, в этой игре, как и в Call of Duty, i5-й проигрывает i3-ему по редким и очень редким событиям. И если в Call of Duty я совсем не мог понять, что происходит, то тут я впал в больший ступор. Возможность есть какая-то особенность архитектуры. Например, как в Ryzen 3 300X, который имеет все ядра на одном чиплете. И выдает больше FPS в сравнении со своими братьями. Тут может быть примерно то же самое, однако Intel об этом ничего не говорила. Возможно, проблема кроется где-то в Windows, так как все тесты я проводил на версии 20.04, которая еще достаточно свежая. Но такая проблема случается не в каждой игре, а только в определенных. Поэтому я решил откинуть свои раскопки на эту тему и просто забить на это. Возможно, в будущем станет ясно, из-за чего это происходит. Ну и напоследок предлагаю вам посмотреть на Ведьмака. Тут ситуация схожая с другими играми. Просадка не сильно сказалась на производительности. А у i5 вовсе вырос показатель очень редких событий. Ну и хотелось бы подвести небольшой итог. Оба процессора в целом показали снижение производительности при понижении частоты АЗУ с 3600 до 2666. Если вы хотите сравнить результаты этих камней с частотой 2666, с результатами их конкурентов от компании AMD, то можете посмотреть мое видео, где я сравнивал новое поколение Intel с их ценовыми конкурентами от AMD. Но получив такие результаты, я могу уверенно сказать, что i3 явно проиграл Ryzen 3 3300X. Что же касается i5-10400F, то этот процессор теряет гораздо меньше от низкой частоты памяти. И в целом он может конкурировать с Ryzen 5 3600. Однако после того, как Intel соизволит выпустить более дешевые материнские платы под свой новый никому не нужный сокет. Ну и на этом у меня все. Напишите в комментариях, какие тесты вы бы хотели увидеть с этими процессорами. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok